МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обычный ремонт под евро и портреты на стенах соответствующие. Кардинал Ришелье, Шарль де Голь, Жан Мане. Всё-таки старейший институт Европы. В декабре 2014 года наш президент Устал Набишин Назарбаев, а также президент Франции Франсуа Алант торжественно открыли в этом здании институт Сармонный Казахстан, одним из подразделений Казахского национального педагогического университета имени Абая. Но в числе известных деятелей Пятой Республики, так неофициально называют Францию, портрет этого француза не увидишь. Это историческое здание, построенное в конце 19 века. Мужская гимназия города Верного. Архитектором этого здания был, можно сказать, знаменитый французский архитектор, долгое время работавший в городе Верном. Судьба удивительным образом снова связала две страны. Удары стихии, роковой выстрел, революция, мансарды и реконструкция. Эпизоды архитектурной истории. Старый снимок, 1887 год. Три каменных корпуса о двух этажах. Одна из самых первых фотографий Вернинской мужской гимназии. А это последние видеокадры здания. Искать сходство со старым фото бесполезно. Это совсем другое сооружение, но одного и того же учреждения. Учебных заведений, кажется, было очень много. Очень много. Больше 20 или 30. Причем самое удивительное, нигде не отмечается, оказывается, около 15 только было этих мусульманских учебных заведений. Первая мужская гимназия для детей всех сословий и национальностей. Сначала она называлась прогимназия. Появилась благодаря ходатайству первого генерал-губернатора туркестанского края Кауфмана. Долгое время классы размещались в арендованном доме. А это двухэтажное здание со старого снимка появилось в 1882 году. Построено по проекту военного инженера Янчевского. Сначала в Ташкенте, а потом и в Верном. Строительство обошлось в 190 тысяч рублей. И не обошлось без участия Поля Гурде. Поль Гурде. Павел Васильевич Гурде. Родился 8 января 1846 года во Франции, в регионе Бургундия. Закончил императорский лицей Дижонской академии и императорскую школу профессий и искусств Шалон-Марн, где получил диплом инженера по гражданскому строительству. Диплом и талант в придачу. Первые данные о французе – 1870 год. Поля Гурде прибывает в Санкт-Петербург, сразу же перебирается в Ташкент, а уже оттуда переезжает в город Верный. Приехал сюда в 70-е годы 19 века, занимался коммерческой деятельностью, был учителем детей губернатора Калпаковского. 1876 года он работал в Верненском мужском гимназии. Тогда же была открыта Вернская мужская гимназия. В 76-е годы он уже работал. Согласно изысканиям архивистов и краеведов, не только работал преподавателем, но и к строительству первого здания гимназии, точнее, к его фасаду. Гурде тоже руку приложил. Архитекторы признали у Верненского здания, в отличие от Ташкентского, рисунки деталей более тонкие, но каменные корпуса долго не простояли. Вот эта печальная память ситуация с землетрясениями 80-х годов 19 века, когда первый же толчок привел к тотальному разрушению города Верненова, в котором было достаточно много так называемых каменных зданий. Но каменные – это термин архитектурный, это кирпичные сооружения. Малоизвестный факт. На самом деле это действительно было уже не первое землетрясение. Сам Гурде описывает толчки 1880 года. Был такой сильный удар, что будка часового, стоящая у подъезда губернаторского дома, опрокинулась на землю солдатам, стоящим в нем. Но то будка. А в 1887 году за две с половиной минуты от всего города только камни остались. 1888 год. Особое совещание лиц, цитирую, «осуществляющих руководство основными строительными работами в области», конец цитаты, собирались по поводу вопроса, какими будут новые здания гимназии – деревянными или каменными. Именно Гурде, на тот момент уже архитектор города, настаивает на изменении правил строительства. Каменные здания оказались очень разрушены после этого землетрясения. И было решено, что будет строиться не выше двух этажей, в основном здании, и строительство будет производиться из деревянных конструкций. Как строить – решили быстро. А вот на какие средства? Из денег, собранных по всей империи в пользу пострадавших от землетрясения, решили выделить всего 15 тысяч рублей. Сумма совсем небольшая. В итоге два каменных флигеля поставили из кирпича разрушенных зданий. Средний деревянный корпус был закончен к осени 1895 года. Семилетняя работа по восстановлению обошлась всего в 23 600 рублей, благодаря стараниям бывшего французского подданного, пишет директор гимназии Вахрушев. Все планы и проекты построек для гимназии составлены господином Гурде безвозмездно. Но этим еще далеко не вполне исчерпываются его услуги, всегда охотно им оказываемые по строительным и ремонтным делам гимназии. В первом корпусе поместились два класса, библиотека, канцелярия. Теплый коридор соединял его с новым деревянным зданием, в котором находились еще три классные комнаты. Учительская, кабинет врача и ватер-клозет для преподавателей. В западном крыле классы и физический зал. Мужская вернинская гимназия, которая построена по проекту поля Гурде, это уникальное архитектурное сооружение. Дотошный и скрупулезный, он ничего не оставлял без внимания. Местный лесной материал портится весьма быстро, но при должном использовании этого избежать можно. Все возможные причины и способы устранения негативных последствий Гурде описал еще при постройке детского приюта. Полезно было бы подпольное пространство выслать кирпичом с заливкой и звездковым раствором и засыпать толченым углем и золами. Первый по своим антисептическим и дезинфекционным качествам помешает распространению грибов, а второй служит хорошим средством против разведения крыс, мышей и других ГАДов. К следующему 1896 году, согласно документам, обнаруженным краеведами, намечались штукатурные и сантехнические работы. Только устройство заборов и гимнастического плаца отложили до появления нужных на это средств. Это за 13-й год уже здесь полностью везде идет Зинкоба. Для учеников строили тогда называли физические упражнения для физического упражнения так как для физкультуры залы из дерева. Видите, не из каменных, а из дерева. Вот Зинков подписывает. Но это позже, а пока стилистические штрихи и архитектурные приемы, примененные Гурде Павлом Васильевичем. Сандрики с полочками, декоративные детали в виде небольшого карниза над оконным или дверным проемом. Такие элементы чаще всего использовались в архитектуре барокко и классицизма. очень щепетильно подходилось к украшению этого фасада. Архитектор в обязательном порядке рассматривал вопросы строительства и утверждения вот этого здания для того, чтобы каждое здание было украшением нашего города. Каннилированные, то есть плоские вертикальные полосы на лопатках или лизионах, устроенных в месте выпуска бревен. Вот эти, похожие на колонны элементы. Резолит, так называется часть здания, выступающая вперед за основную линию фасада по всей высоте. Подобный архитектурный прием привносит разнообразие в пространственную организацию сооружения. Нужно было создать какие-то сооружения, которые были не только удобными, но и красивыми, потому что архитектура, она всегда несет в себе задачу эстетики еще. Эстетическая задача на отлично выполнена. Довольно строгая архитектура, но какие детали и главное световое акцентирование? Павел Васильевич считал, что световые гаммы они должны говорить о многофункциональности. города, например, отдельно выделял культовые здания, дом губернатора. Светло-лиловые стены губернаторской резиденции, нежно-розовые своды Туркестанского, ныне Вознесенского собора, ярко-зеленые крыши общественных и гражданских зданий, созданные гурде, радуга улиц и домов. Таким образом, вот вокруг парка Памфилоца по периметру образовался комплекс зданий общественного характера, гимназии, гимназическое общежитие и так далее. Такой культурный центр, такой узел городостроительный очень мощный, учитывая масштабы города того времени. Он спускается по крутой лестнице. Во времена гурде ее не было. Встречает гостей. На мольберте картина маслом, еще незаконченная. Здесь будут изображены семь ценностей, семь сокровищ кочевника и восьмое, без которого ничего не напишется. Цвет он струится в любое время суток, то есть днями имеется в виду, что постоянно освещено, помещение освещено. То есть будь то вечер, будь то день, она заполнена светом. Для меня, как для художника, это прям, я думаю, самые идеальные показатели. Идеальная инженерная задумка. Вряд ли автор проекта гимназии предполагал, что она послужит и для других целей. То есть когда заходите в здание, в здании отсутствуют окна, которые бы освещали бы коридор, то есть глухие двери, но при этом коридор светлый. Когда заходишь в помещение, непонятно. Ни лампочек не включено, нет. А потом, только когда поднимаешь голову, задираешь, оттуда поток света сверху рассекает. И так архитектор рассчитал, что именно вот эти четыре окна, или сколько там, не знаю, полностью освещали этот коридор. Так называемые световые фонари. На здании их два. Подобный прием освещения высоких глухих коридоров позднее тоже использовался Андреем Зинковым. В 1904 году при строительстве женской гимназии. Снаружи эти надстройки мансарды напоминают и после реставрации, проведенные еще в 30-х, таковыми и являются. Скорее всего, именно мансарды и вдохновили Павла Васильевича на создание этой нестандартной архитектурной конструкции. Первыми благоустраивать чердаки стали французы из экономических соображений. Цены на землю в Париже росли, но Людовик XIV был категорически против надстроек, пока один из придворных зодчих не убедил короля, что подобные помещения архитектурному облику города не навредят. Так и вышло. С тех пор имя архитектора Франсуа Мансара в истории мировой архитектуры навечно встроено, а имя его земляка зодчего поля Гурде на долгие годы из истории вычеркнуто было. Самое загадочное архитектурное происшествие или неархитектурное. Ноябрь 1906 года дом архитектора и учителя Гурде на его месте сегодня гостиница расположена роковой выстрел. Скандал какой-то там то ли стреляли в него то ли что в спальне не в него в спальне. Короткая строчка в одном из писем Гурде и целый клубок загадок кто и зачем стрелял в окно французского зодчего неизвестно. Месье Поль долго перебирал варианты. Отношения с Зинковыми разладились уже давно. С некоторыми купцами и коллегами по гимназии тоже все не просто складывалось. Да еще ученики бойкот объявили. Конечно он всю жизнь преподавал в Вернинской гимназии. Но в 1905 году эти революционные настроения мы даже не можем себе представить насколько они изменили настроение в обществе. Какие дерзкие выходки гимназистов против него ему удалось пережить. Жалобы на то, что он не учит никого французскому языку. Он это находил весьма несправедливым. Уйдя в отставку с поста городского архитектора в 1903 году не в силах разрешить конфликт с гимназистами Поль Гурде решает покинуть и эти возведенные им стены. Теперь уже мы видим, что уже в отставку уходит Гурде в 1950 году. Вот насчет второй землетрясения уже здесь как военный инженер участвовал во всех проектных документах уже Зинков. Очередной удар стихии повредил каменные корпуса. Их решили не восстанавливать. Деревянный центральный пострадал, но устоял. Пишется вот акт 10-го года здесь вот насчет здания Беринской мужской гимназии что было какие повреждения были. И подпись Андрей Зинков. Все эти документы долгое время создавали путаницу с авторством. Кто именно во второй раз восстанавливал гимназию? Кроме Зинкова есть еще и подписи младшего архитектора Соболевского. Впрочем, это была далеко не последняя реставрация. Да, это здание пережило несколько таких этапов реконструкции, переделки, связанные с тем, что все-таки время прошло довольно большое, более ста лет. Многие документы сейчас пересматриваются тем, чтобы правильно указать, кто это здание проектировал и кто это здание потом строил. После революции Вернинская мужская гимназия реформирована в первую советскую школу имени Льва Толстого. Также в здании находились учительские курсы, секретарем которых был Ганим Мурадбаев. И проходили городские, уездные и областные комсомольские съезды. С 1928 года здесь разместился первый в республике педагогический институт. Вместе с переездом большой ремонт начался. Архитекторами Станкевичем и Львовым спроектирован второй этаж. Возможно, тогда и появился четырехколонный портик. Точнее сказать сложно. В 1934 году в здании случился сильный пожар, а одного из отчих обвинили в монархизме за эмблему «Беркут». На орла царского якобы похож. В 1938 Яна Станкевича расстреляли. Многие попали под этот каток репрессий. В принципе, многие пострадали от этого. В том числе и гражданские лица, архитекторы, которые несли свой вклад в облик нашего города в 30-е, 40-е годы. История здания известна частично благодаря самим гимназистам. Впрочем, таблички с их именами тоже не сохранились. До революции обучались такие деятели в будущем получившие широкую известность как Михаил Васильевич Фрунзе, Араз Жандосов, Мухамеджан Тенажбаев, которые внесли огромный вклад в развитие современного Казахстана. Имя Гурде в водовороте событий и вовсе потерялось. Скорее всего, писать о достижениях хоть и получившего гражданства, но все же иностранного архитектора было опасно. Символично в здании идешь, и по коридору висят деятели, французские писатели, поэты, пулициссы. За последние годы краеведам удалось разоблачить десятки мифов и легенд, восстановить забытые имена. Возможно, и его портрет здесь появится. Вернинская мужская гимназия, Казахский национальный педагогический университет имени Абая. 26 января 1982 года здание включено в список памятников градостроительства и архитектуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин